Здравствуйте! В эфире телеканала ЖТСУ новости. В студии для вас работает Гульмира Тимиргалиева, сурдоперевод обеспечивает Мараджу Мабеков. И в начале выпуска коротко о главном. Учат в школе, а теперь будут учить в новой школе. В селе Безагаш после трёх лет вынужденного обучения в приспособленном помещении открылась новая школа. Древний промысел становится современным хобби. В области начал работу Центр обучения охоте с ловчими птицами. Вкусный сезон. В Панфиловском районе начался сбор яблок. Эпидемиологическая ситуация обсуждалась сегодня на заседании правительства. На текущий момент показатель репродуктивности инфекции в стране составляет 0,93. Однако, учитывая ухудшение ситуации в мире в целом, необходимо предпринять все меры по недопущению распространения заболевания. Глава Кабмина поручил ответственным органам до 15 октября обеспечить стопроцентную готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий, в том числе закупить и передать регионам необходимую технику, оборудование и средства защиты. Кроме того, министр здравоохранения предложил с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами. Одним из вопросов, обсуждаемых на селекторном совещании, была также подготовка к отопительному сезону. В Алматинской области выполнены планы по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов к отопительному периоду, а также завершили плановые показатели по заготовке угля для автономных котельных. В регионе также ведется большая работа и по обеспечению населения качественным интернетом. Как отметил премьер-министр, до конца года 99% сельского населения должно быть обеспечено широкополосным интернетом. Ответственным лицам поручено своевременно завершить все проекты. «Вопросы развития широкополосного доступа к интернету имеют стратегическое значение для развития страны. Все планы на текущий год по подключению сел к широкополосному интернету будут реализованы в срок. Каждый жилой дом и организация должны иметь качественный интернет и связь вне зависимости от их местоположения. Поэтому важно установить конкретные требования и проработать вопросы монтажа соответствующего оборудования». В селе Косагаш открылась новая школа. Вернее, школа старая, ей уже 72 года. Но теперь она разместится в новом здании, поскольку старая официально признана аварийным. Уже на протяжении 10 лет. «Косагашская школа была построена еще в 1948 году. В 2017 году здание признали аварийным и закрыли. Крыть гранит науки последние три года школьникам приходилось в приспособленном помещении». «Очень рады открытию школы. Мы столько лет убивали порогов акиматов, приглашали СМИ. И вот сегодня мы достигли своей цели. Спасибо большое руководству области за то, что выполнили нашу просьбу. Старая школа была в ужасном состоянии. Плесень, сырость, холод. Как хорошо, что это было в прошлом. Теперь мы можем смело вздохнуть». На торжественном открытии школы присутствовал весь Саул. Для них это поистине исторический день. Обучение, согласно нынешним реалиям, будет проходить с соблюдением всех санитарных норм. При входе в школу установлен туннель с опрыскивателем. В каждом кабинете антисептик. Ребята обучаются в индивидуальных средствах защиты с соблюдением соцдистанции. «У нас в районе 52 школы. Сейчас в 30 из них дети обучаются в штатном режиме. В 13 есть дежурные классы. И в 9 проходят обучение в штатном режиме. В этой новой школе дети будут обучаться в штатном режиме, так как село отдалённое и отрезано от главных дорог. К тому же здесь имеются проблемы с интернетом. Дети с 1 по 11 класс будут ежедневно посещать школу». «Материально-техническая база школы соответствует всем заявленным современным стандартам», рассказал директор школы. «Есть лаборатории, лингофони, компьютерные кабинеты, мастерские и прочие. На строительство школы и оборудования было затрачено 700 миллионов деньги. Дополним, уже через месяц на территории объекта образования появится спортивная площадка. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы». Компьютеры «Всем». Почти 14 тысяч единиц компьютерной техники доставлены в Талдыкурган для дальнейшего распределения среди учащихся школ и колледжей Алматинской области. Планшеты, ноутбуки, персональные компьютеры и дополнительное оборудование доставлены в специальный диагностический центр, развернуты в здании Политехнического колледжа города. После тщательной всесторонней проверки они будут распределены между образовательными учреждениями городов и регионов области. Подробнее расскажет Рустам Аралбаев. Компьютеры уже стали неотъемлемой частью образования. Однако в период пандемии они являются его обязательным аспектом для обучения дистанционно. Однако не каждая семья может позволить себе приобрести их. Для решения проблемы из бюджета специально выделено 12 миллиардов тенге. На начало неделю объём закупленной техники составил 40%. В очередной партии привезено ещё 14 тысяч единиц. «4 миллиарда тенге было выделено из областного бюджета. На сегодняшний день более 8 тысяч ноутбуков получены. Они тоже отправляются в городские и региональные образовательные учреждения. В общей сложности из республиканского и областного бюджетов было выделено более 12 миллиардов на приобретение этой компьютерной техники. Из республиканского бюджета мы в общем более 55 тысяч единиц компьютерной техники получим». Вся получаемая компьютерная техника проходит тщательную диагностику, прежде чем попасть в руки учащихся. В случае обнаружения брака оборудование отправляется поставщику для устранения неполадок или замены. Планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры – это не всё, чем обеспечиваются ученики. В комплекте прилагаются мониторы, клавиатуры, мыши, маршрутизаторы, наушники и другие аксессуары. «Мы закупили даже и веб-камеры специально для учеников. И плюс к планшетам сейчас мы закупили получается сим-карты с тарифным планом БЛМ. Это в месяц 990 тенге. Но поставщик, мы уже договорились с поставщиком, то есть они будут этот тарифный план до нового года обеспечивать, чтобы это всё было в бесплатном режиме для учеников. Именно в первую очередь, конечно же, для социально уязвимых наших слоёв населения. И эти комплектующие будут уже обеспечиваться этим ученикам». Помимо контроля качества технической стороны, осуществляется и надзор за исполнением своих обязанностей ответственных лиц, чтобы каждый компьютер или другая оргтехника были доставлены адресату. «Поставка оргтехники, компьютерной техники в учреждения образования контролируется, наблюдается нашим офисникам, мониторной группой и проект новостным действием. При каждой поставке техники мы сами участвуем, смотрим, как она. Каждый тщательно представитель сферообразования, это программисты, компьютерщик, они каждый компьютер, каждый планшет открывают при нас, проверяют всё на работоспособность, всё тщательно под нашим контролем. И в дальнейшем мы будем как общественники, а как мониторная группа, как проект новостный, наблюдать и сопровождать контрольно, чтобы эти ноутбуки, компьютеры доходили до точных адресатов и они были качественными». По возвращению учащихся к традиционному формату обучения, электронное оборудование будет установлено в образовательных учреждениях для дальнейшего служения образовательным целям. Рустам Аралбаев, Абзал Нусипов, телеканал ЖЦУ. Сохраняя традиции, этнокультурный центр национальной охоты распахнул свои двери в Янбикши, Казахском районе. Расположился он неподалеку от города Есик. В честь открытия объекта в регион съехались лучшие беркучи и сокольники ЖЦУ. Они поделились секретами приручения пернатого хищника и продемонстрировали навыки национальной охоты. Вместе с гостями мероприятия за зрелищным шоу наблюдала и наша съемочная группа. Новый этнокультурный центр национальной охоты расположился в одном из самых живописных мест ЖЦУ – предгорьях Алатау. Данная локация выбрана неспроста, говорят специалисты. Место очень удобно не только для обучения национальной охоте, но и привлекательно для развития экотуризма. Свежий воздух, единение с природой и изучение неизведанного – именно это необходимо любителям путешествий. И все перечисленное они могут найти здесь, считают эксперты. «Здесь туристы приезжающие. С разных стран мира смогут не только познакомиться с нашей природой, но и изучить наши традиции и обычаи, узнать, как жили наши предки, каким ремеслом они занимались и многое другое. На открытие этого центра я пригласила 10 крупных туроператоров, чтобы они собственными глазами убедились, что это место привлекательно». О преимуществах данного места говорят и лучшие беркучи ЖЦУ. Сюда они приехали, чтобы рассказать об особенностях национальной охоты и обучить всех желающих работе с хищными пернатами. В ходе мастер-класса охотники поведали профессиональные секреты о том, как приручить птицу, объяснили, каким должен быть рацион питания и продемонстрировали себя в деле. Помимо охоты с птицей, мастера показали отменные навыки стрельбы из лука. Зрелищное шоу не оставило равнодушным ни одного гостя мероприятия. «Приручить пернатых хищников дано далеко не каждому. Национальная охота – это поистине настоящее искусство. Необходимо к этому деву подходить со всей самоотдачей. Данный центр создан для того, чтобы сохранить и развить традиции и ремесло предков. Охота с вовчими птицами – это наше национальное достояние. Спасибо большое руководству области и района, которое выделило это место для организации нового центра. Здесь есть все возможности, чтобы развивать как особенности национальной охоты, так и туризм». Все обучения будут проходить комплексно. В настоящее время разрабатывается специальная программа. Инициаторы центра надеются, что их дело даст большой импульс развитию национальной охоты и привлечет еще больший интерес к ремеслу предков. В Ахтобе расследуется уголовное дело по факту создания и руководства финансовой пирамиды, сообщает закон КИЗ. Установлено, что компания КУНЕТ предлагает зарегистрироваться в качестве независимого представителя, купив различные товары, а также бесплатные туристические путевки на сумму около 2000 долларов США. Для получения прибыли клиенту предлагается привлечь двух новых участников на аналогичных условиях. Взамен компания обещает еженедельную прибыль в размере тысячи долларов США. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. В Алматы вынесен приговор участника беспорядков в Кордае, передает корреспондент КАТК. Семерым подсудимым дали сроки от трех до восьми лет. Осужденные с решением судьи не согласились. Пятерых мужчин признали виновными в погромах, еще двоих в кражах. Еще одного человека осудили за кражу в особо крупном размере. Он просит смягчить наказание. По решению суда все осужденные должны будут выплатить по 55 тысяч тенге. Деньги направят в фонд помощи потерпевших. Всего по делу о курдайских беспорядках задержали порядка 25 человек. Спецоперации проходили в Жамбылской области, Алматы и Шемкенте. А в садах Панфиловского района начался вкусный сезон. Поспели яблоки. Виды на урожай у аграриев неплохие. Только в одном хозяйстве Жаркентфрукт планируют собрать около 10 тысяч тонн фруктов. Более чем на одной тысяче гектаров в хозяйстве Жаркентфрукт растет 2,5 миллиона фруктовых деревьев. В саду работа всегда кипит. Сначала уборка черешни, за ней сразу же начинается сбор персиков. Затем сливы. Теперь до середины ноября продолжится уборка яблок. «Пять лет работаю в этом хозяйстве. Благодаря этому саду мы зарабатываем себе на жизнь и улучшаем финансовое положение семьи. Заработную плату получаем вовремя». Здесь выращиваются самые лучшие сорта яблок. Все они высокого качества. Это связано с тем, что в хозяйстве скрупулёзно ведутся все агротехнические меры, говорит агроном Жаркентфрукт. «Все агротехнические работы механизированы. Обработка проводится регулярно. Поэтому все деревья защищены от вредителей. На 1100 гектарах земли работает 9 агрономов. Территория разделена на 9 участков. Сейчас на моём участке 270 человек на сборе яблок. Каждый вторник они получают свои деньги». Французские сады на Жаркентской земле появились несколько лет назад. Здесь всё сделали по европейским стандартам, заменив все старые технологии сорта на новые. Даже саженцы привозят заморские. И каждое дерево отдельно поливается через систему капельного орошения. «На всей площади используется капельное орошение. Работают четыре насосные станции и четыре резервуара. На поливе работают 60 человек в две смены. Оросительная система – это очень эффективная. Руководство компании меня специально отправило в Турцию, чтобы полностью освоить технику. Сейчас всё работает отлично». Любой фруктовый сад даёт хороший урожай не больше 15 лет. Поэтому, чтобы собирать хороший урожай каждый год, надо систематически обновлять деревья. Это требует определённых затрат. Глава хозяйства, кроме собственного капитала, привлёк 20 миллиардов тенге инвестиций. Старания предпринимателя оправдались. Теперь он планирует увеличить объём черешни. «С 2012 года изучаю всё это. Пригласил представитель компании Польши и Италии, чтобы внедрить у себя самые передовые европейские технологии. Специалисты посоветовали, что можно выращивать черешню производственного масштаба, поскольку природно-климатические условия Жаркенской долины для этого благоприятны. Три вида черешни растут на более 400 гектарах. С гектара эти деревья дают по 15 тонн черешни». Руководство компании планирует к 2022 году достичь пика своего проекта, увеличив площадь и обеспечив всех сельчан стабильной работой. Наряду с этим они планируют готовить садоводов, которые будут закладывать новые сады. Из числа выдающихся. Имя Сакена Жалкайдарова увековечили на фасаде дома в Талдыкургане, где и жил общественный деятель. В церемонии открытия приняли участие родные и руководство города. Сакен Егенбаюч родился 28 ноября 1956 года в колхозе имени Куйбышева Коксувского района Алматинской области. Его политическая деятельность от секретаря райкома до депутата мажилиса парламента внесла огромный вклад в республику. Об этом говорят награды, такие как Орден Курмет, Знак Алтн-Варыс и многие другие. Хочу выразить огромную благодарность руководству области Акиму города Талдыкурган за организацию, поддержку нашей семьи. Спасибо, что вы есть. Уже завтра во всем мире отметят День пожилых людей. Впервые этот праздник был провозглашен 29 лет назад на 45-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Для жителей Алматинской области эта дата по-своему особенно. В этот день в честь пожилых людей проводятся различные фестивали, концерты, конференции, акции. По старой доброй традиции волонтеры и общественность региона посещают дома престарелых. Однако в этом году из-за эпидемиологической ситуации все мероприятия отменены. Как встретят нынешнюю декаду пожилых людей в ЖТСУ узнавал Ануар Амангельдинов. С момента введения в стране режима чрезвычайного положения Текилийский центр оказания специальных социальных услуг перешел на усиленный санитарно-дезинфекционный режим. Соблюдается он и по сей день. Не менее трех раз в сутки комнаты и кабинеты проходят дезобработку. Помимо этого, трижды в день у постояльцев измеряется температура. Изменился также график оказания услуг. Оказание специальных социальных услуг у нас предусмотрено получением массажа ЛФК, где на данный момент сейчас у нас разбиты на группы, где в определенные часы приходят получатели услуг и получают все необходимые процедуры оказываются им также, но с ограничением во времени. Если, например, у нас раньше в одну группу приходили по пять человек, сейчас, например, организовано восемь часов три человека и в полдевятого, например, еще остальные по комнатам у нас проживают по одному, по двое. По словам получателей услуг, усиленный карантинный режим в учреждении особо негативно не повлиял на них. Напротив, внимание персонала к пожилым людям увеличилось в разы. Стоит только вот что-то сказать и сразу к тебе медики прибегают, соцработницы, мигом. Вот это настолько реакция у всех. А во время карантина все были с нами. Директор вообще даже ночевала тут. Единственное, что печалит постояльцев учреждения в период карантина, так это отсутствие проведения традиционных мероприятий во время декады пожилых людей. С целью поднятия настроения руководство центра просит присылать поздравления получателям услуг посредством аудио- или видеообращений. А высылать их можно на номер, указанный на экране. Ануар Аман Гильдинов, Мадибай Бусынов, телеканал Житсу. В калифорнийской Напа-Вэлле, где находятся знаменитые винодельни, сгорело не менее тысячи гектаров. Это не только виноградники, но и постройки и другая инфраструктура. Специалисты говорят, что ущерб пока подсчитать невозможно, поскольку в пламени погибли грозди нынешнего урожая, которые должны были быть собраны в ближайшие дни. Спасатели проводят массовую эвакуацию. 2000 человек уже успели покинуть свои жилища. Эвакуация коснулась и пациентов одной из крупных больниц, здания которой находились в зоне риска. В Напа-Вэлле находятся свыше 450 винодельческих хозяйств, дающих в этом сегменте рынка приблизительно половину всей алкогольной продукции Калифорнии, которая продается в розницу. Пожары в самом густонаселенном штате Америки полыхают уже почти месяц. В общей сложности выгорели около миллиона гектаров, а дым от пламени застилал большую часть западного побережья США. Власти Азербайджана объявили частичную мобилизацию на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В столице и в районах на границе с этой территорией введен комендантский час. Ограничивает работу Бакинский аэропорт. Ранее полную мобилизацию объявили в Армении. Ереван и Баку сообщают о десятках погибших со своей стороны, и сотнях убитых солдат, и множестве уничтоженной техники противника. Боевые действия начались в воскресенье. В Нагорном Карабахе говорят о тщательно спланированном наступлении азербайджанцев. В Баку называют происходящее провокацией армянской стороны. Многие государства призывают стороны прекратить боевые действия. О намерении призвать президентов к прекращению огня заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. Французская нефтегазовая компания «Тоталс» прогнозировала конец нефтяной эпохи после 2030 года. Аналитики уверены, что мир постепенно перейдет на более экологичные энергоносители, в частности природный газ. В компании считают, что этот вид топлива будет играть ключевую роль на мировом рынке. Также к 2050 году существенно вырастет спрос на электричество. Он покроет до 40% потребности человечества в энергии. В настоящее время его доля составляет около 20%. Сборная Алматинской области по настольному теннису начала подготовку к чемпионату страны. В связи с карантином, в отличие от других спортсменов, отрабатывать технику было негде за неимением зала и спортивного снаряжения. Соответственно, и наверстывать придется намного больше. Активно культивироваться настольный теннис в Алматинской области начал в 2016 году. На постоянной основе на данный момент в регионе тренируется около 300 детей. За 4 года в секции при СДСШ по игровым ведам спорта выращено немало мастеров и кандидатов в мастера спорта. Среди них перспективный юноша Диас Бекен. На чемпионате Казахстана он занял первое место, а также достойно защитил честь страны на международной арене. Мне 15 лет. В этом году будет 5 лет, как я посвятил себя настольному теннису. В планах получить мастера спорта Республики Казахстан. Для этого тренируюсь. Подготовка идет хорошо. Стоит отметить, что в Алматинской области создан профессиональный клуб ЖТСУ по настольному теннису, в который помимо мастеров данного вида спорта входят и юные ребята, победители республиканских первенств. В прошлом году житсусцы завоевали золотой кубок страны, высшей лиги кубного чемпионата. У нас в клубе выступают Денис Желудев, Тимур Киргубанов и Саша Герасименко. Это сезон 2019 года. И плюс наши юные воспитанники 2005 года. Три мальчика. Это Бекен Геас, Талсубаев Мейержан и Сакеш Алихан. Это именно наши местные ребята, которые сейчас работают вместе с мастерами, учатся, развиваются. Да, вот они заняли первое место. По словам руководства спортшколы по игровым видам спорта, для спортсменов созданы все условия. Для достижения высоких результатов дети обеспечиваются всем необходимым инвентарем. У нас в спорткомплексе Жастар есть два зала для настольного тенниса. Детей готовят два тренера. На данный момент нет никаких соревнований. Но в следующем году проведем сначала областной чемпионат, затем сильнейших отберем на чемпионат Казахстана. По мнению специалистов, юношеская сборная Алматинской области за 2-3 года выйдет на более высокий уровень и будет завоевывать призовые места в общей команде в зачете. Алексей Цойжи, Курманбаев, Телеканал ЖАЦУ. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok